значит смотрите у нас сегодня 3 уже лекция мы отстаем от того плана который был у меня для для спецкурса фишка в том что спецкурс он для тех кто уже отслушал курс лекции архитектуры и в язык ассемблера а у нас это он и есть вот значит мы с вами голопом пробежались по понятию архитектуры кстати сказать кто-то у меня спрашивал что такое архитектура вот как выяснилось у слова архитектура есть определение она довольно четко и абсолютно при этом не конкретное именно поэтому его у нас не было как ну определение в значит вот что такое архитектура архитектура это набор правил ну и методов то есть по каким принципам и какими способами осуществляются три вещи это описание того как работает компьютер описание того как он внутри организован и описание и описание того как его реализовать в аппаратуре да значит functionality organization implementation значит как он сам по себе работает должен как он внутри себя устроен и как это устройство превращать в холодное железо вот прошу заметить но это википедия википедия обладает таким свойством что чем дальше статья тем больше там личного мнения автора статьи но вот это вот определение мне нравится тем более что она абсолютно ни к чему не обязывает да единственное что здесь важное пропущено на самом деле что вот эти правила и методы должны быть строго формализованы то есть архитектура это формальное описание и формальные принципы устройства компьютера его функционирования его возможной реализации и возможного возможной структуры и его реализации на аппаратуре потому что если вы делаете компьютер который кажется что то делает или что то делать с некоторой вероятностью то это будет ну не компьютер исключение квантовый компьютер который действительно все делать с некоторой вероятностью но тут уж извините новые принципы все новое может быть мы о них успеем поговорить а может быть и нет зависит того как мы будем делать вот так что да если вам не нравится определение так сказать структурное потому что она бессмысленная есть еще определение операциональное то бишь операциональное определение если кто не знает это когда мы говорим компьютер это когда то-то то-то и то-то то есть мы не даем определение через нисходящие сущности а описываем примеры да так вот функциональное определение у компьютера у архитектуры следующие в нее обязательно должна входить так называемый из из а и с и не знаю как правильно сказать чтобы было правильно короче из а инструкция опять таки архитектура архитектура состоит из архитектуры инструкций r рекурсия уберем слово архитектура из этого из этого определения и скажем так описание всех инструкций которая выполняет данный данный компьютер вот чем мы собственно сегодня попробуем заняться мы уже примерно делали заход к тому как выглядит описание всех инструкций жарко тут но этого мало есть еще понятие микро архитектура мирка микро архитектура это разговор о том как на самом деле эти инструкции внутри вашего процессора будут работать вот и это довольно важный момент потому что и мы до него дойдем где-нибудь в конце нынешнего модуля потому что если вспомнить курс дискретной математики в том месте где мы моделировали какие-то компоненты вычлительной системы мой любимый сумматор например а вот то мы поймем что там между вот этим вот сумматором и теми операциями про которыми мы говорим сейчас есть довольно изрядная дистанция то есть говоря о том что наша машина умеет ну например там не знаю сдвигать ячейки на или вернее регистры на какое-то количество битов вот то что мы говорили с группой на семинаре еще не означает что мы понимаем как это на самом деле реализовано микро архитектура это разговор о том как как это работает на самом деле и мы об этом даже чуть-чуть поговорим и третий пункт систем дизайн это собственно как устроена сама вычислительная система в целом потому что вычислительная система вот есть такая прекрасная картинка вот вот такая да значит вычислительная система она же состоит не только из процессора собственно архитектуру команд которую мы и рассматриваем но из всяких всяких других частей да вот это вот в красном квадрате это то что называется central processing unit вот обычно вот то что в красном квадрате по-русски называется процессором вот и раз уж зашел об этом речь давайте прям посмотрим на эту картинку из чего он состоит он состоит из арифметикологического устройства здесь она названа combination combination logic то есть это устройство которое собственно умеет производить операции складывать вычитать вычислять адрес это ведь тоже складывать и вычитать правда если мы делаем переход мы значит прибавляем к адресу штат вот короче говоря выполняет арифметические операции блок памяти который называется регистрами и мы с вами говорили что регистры очень удобная штука потому что они находятся а внутри процессора и поэтому доступ к ним очень быстрый б их мало и поэтому их адрес занимает мало места удобно удобно кодировать инструкцию а еще поверх этого наматывается тут написано control unit управляющее устройство которое собственно следит за тем в каком порядке и как эти инструкции будут выполняться оно дает команды арифметикологическому устройству чтобы оно работало вот я против разделения понятия cpu и процессор потому что это в моем понимании одно и то же вот но тем не менее вот если если забыть про то что здесь написано процессор то картинка совершенно правильно но и это только процессор то есть только собственно сам вычислитель который является достаточно малой частью современного компьютера помимо этого компьютеру добавляется еще внешняя память ну собственно обычная оперативная память о которой собственно и и и и и и разговор по которой происходит адресация в которой хранятся данные в которой хранятся инструкции так дальше и всевозможные внешние устройства здесь значит на этой картинке как видите авторы википедии ее так скажем пригнали к этой архитектуре которая описана в известном коммунике фонемена там говорилось в первый день о том что не существует никакой фонеменской архитектуры вот это вот она не существующая фонеменская архитектура на самом деле может так случиться что у вас в вот в понятие систем дизайн входит изрядное количество дополнительных устройств например ваше внешнее устройство не знаю там жесткий диск могут внезапно уметь ходить к оперативной памяти минуя процессор вообще ну потому что смотрите вам нужно переслать не знаю гигабайт ну хорошо мегабайт есть два способа это сделать способ первый написать программу которая читает по сколько там на диске лежит по сектору с диска и записывает по сектору с диска в другое место ну куда то в память способ второй сделать отдельное маленький процессор небольшой микросхемку который только и умеет что читать с диска в память и записывать из памяти в диск и научиться этой микросхемкой командовать понятное дело что первый способ плох тем что он простой а плох тем что у нас процессор внезапно будет заниматься пересылкой каких-то мегабайтов способ второй хорош тем что это все делать можно в параллель и мы посмотрим в течение нашего модуля как это получается в параллель почему это так вот а плохо он тем что нужно дополнительно ставить какие-то еще микросхемы в вашу вычислительную систему которые будут все это делать а еще как-то разделять доступ к оперативной памяти смотрите теперь у вас два пользователя оперативной памяти процессор и вот то самое устройство которое работает с внешним устройством вот об этом мы тоже попробуем поговорить если нам хватит времени и глубины изложения так что три операционные определения состоит из трех частей собственно instruction set микро архитектура то есть как это вообще может быть устроено вот и как это правильно сказать все остальное все остальное проходит под названием систем дизайн это значит к вопросу о том что такое архитектура значит рискну повторить то что было на прошлой лекции просто потому что оно было в самом конце и нам сейчас это отчасти потребуется это знание история развития компьютерной техники за исключением самых ранних этапов когда задача была построить хоть что-нибудь что вычисляет автоматически так вот история компьютерной техники переживала несколько периодов таких тотальных увлечений всякими интересными идеями нельзя сказать что один период полностью сменил другой скорее мы перешли на новый уровень сложности но для нашего рассмотрения важно понимание что поначалу идея была следующая поскольку компьютер вычисляет программы которые пишет человек давайте сделаем так чтобы компьютер инструкция компьютера была как можно более человекочитаемая и чтобы человек когда он пишет программу одной инструкции мог выполнить какую-то сложную операцию и компьютер быстро ее выполнял вот чемпионом в этом смысле не в смысле сложности а в смысле человекочитаемости на мой взгляд была архитектура которая называлась PDP-11 сейчас я попробую даже ее найти вот да это довольно древняя штука она существовала в семидесятые годы в советском союзе и в восьмидесятые тоже вот фишка ее была в том что у нее был очень очень простой очень очень простой пресловутый instruction set вот который можно было выучить наизусть за да за фиксеном тайм вот в ней у нее была довольно развесится система адресации и самое главное что вы глядя на восьмеричный восьмеричный именно сейчас где у нас да где же у нас вот она на восьмеричный код в памяти могли прямо по коду прочитать что это за программа вот мы сейчас увидим что в мипсе это невозможно он для этого просто не за дизайн вот 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 это направление когда одна машинная инструкция делает как можно больше интересных и полезных человеку команд называлось циск complex instruction set компьютер и в какой-то момент вот это усложнение стало приводить к тому что помимо того что вам нужно выучить весь этот instruction set а он все распухал и распухал вам также стало необходимо выучивать так называемые тайминги то есть сколько какая команда работает ну условно говоря команда сложения регистров работает за там 1 2 3 4 такта а команда там циклического прохода по памяти по неизвестному количеству памяти работает неизвестное количество времени умноженное на там 20 тактов работы процессора и когда вы пишете код на ассемблере а скорее всего вы пишете машинный код потому что вы хотите написать очень эффективную программу потому что иначе вы бы писали на языке программирования каком-нибудь вашим любимым внезапно это соображение очень важно вот на самом деле такая же фигня если не даже более жестко стоящая оказалась и перед разработчиками компиляторов если вы пишете компилятор с языка программирования который компилирует что-то в ассемблер вы должны очень с умом выбирать какие собственные инструкции превращаются ваши команды на языке более высокого уровня мы постараемся в следующем модуле если у нас хватит время посмотреть как язык C превращается в инструкцию это довольно просто и довольно поучительно вот понятное дело что если набор этих инструкций очень сложный то чем он сложнее тем сложнее писать компилятор вот дошло до того что некоторый набор инструкций в той же архитектуре а BMPC вообще никогда не используется потому что они конечно очень остроумные но неэффективные как выяснилось и где-то значит в 80-е годы прошлого тысячелетия столетия компания сейчас как тут где тут история как они назывались то господи ну в общем пускай они называются Микс Компьютер Системс я не помню кто за ним стоял помимо имен пресловутого Паттерсона Хинеси вот этих людей вот где-то в 80-е годы в 85-м году они вылезли на рынок не на рынок пока что да куда-то там с концептом следующей следующей картинкой вопрос значит вылезли на рынок со следующей картинкой а давайте мы наоборот резко упростим набор инструкций до такой степени чтобы одна инструкция вычислялась загарантированно короткое время это значит что мы выкидываем все что вычисляется долго в первых версиях МИПСа не было даже умножения потому что оно долгое я обещал его на лекции показать но видимо не на этой а жалко ну хорошо не на этой а понятно почему не на этой потому что там бы хотелось в инструкциях это показывать вот это во первых и это означает что программист когда он пишет свою программу в машинных кодах он четко видит что у него сто пятьсот миллионов операций значит они будут выполняться сто пятьсот миллионов времени или что у него три десятка операций значит они будут выполняться три десятка периодов тактов. Плюс такая простая организация архитектуры, она получила название Risk Reduced Instruction Set Computing, позволяла еще более эффективизировать, сделать еще более эффективными инструкции как раз на микропрограммном уровне. Помните, я вам показывал конвейер, когда у нас, вот давайте я что-ли напишу, потому что я не вижу здесь пресловутого цикла работы процессора, а это было бы довольно интересно. Давайте вот так сделаем. Можно даже, наверное, погромче сделать, чтобы было вот так. Вот. Значит, смотрите, у нас, грубо говоря, сейчас я рассказываю не про MIPS, я сейчас рассказываю про некоторую логически вытекающую из общей задачи, логически вытекающую из общей задачи последовательность. У нас, грубо говоря, есть примерно пять стадий вычисления одной, исполнения одной инструкции. Первое. Это чтение из памяти. Как это правильно? Фечь, да? Мы достаем из памяти инструкцию. Ну, нулевое. Первое. Это декодирование. Мы выясняем, какой апкод в этой ячейке, какие у нее параметры у этого апкода, да? И что это вообще за инструкция? Третье. Это… Фечь тоже напишем. Вот так, да? Это было слово instruction, если кто не понял. Вот. Значит, третье. Потому что иначе это немножко конъективный диссонанс. Там написано 1, 0, 2, 2, 1. Вот. Третье. Это нужно достать из памяти, например, если у нас инструкция работает с памятью. Все операнды нашей инструкции, да? Ну, допустим, там сложение двух ячеек положить в третью. Значит, нужно сложить две ячейки, достать их из памяти. Четвертое. Собственное выполнение. Сложить. И пятое. Положить обратно. На самом деле, есть еще шестое. Потому что к пункту номер один мы уже должны знать, откуда адрес следующей инструкции вынимается. Теннессы. Как это? Как лулейт. Отлично. Значит, смотрите. Вопрос в форме. А вы уверены, что вы перепутали по какой-то нелепой случайности? Бла-бла-бла-бла-бла. Вот это все можно опускать. Ладно? Спасибо. Можно просто говорить громко неправильное слово. Я его буду поправлять по правильному. Или наоборот, говорить громко правильное слово. Вот. Вот. Значит, еще раз. Вынуть инструкцию из памяти. Разобрать ее. Посмотреть, что это вообще такое. В частности, выделить в ней поле обкода и поле операндов. Поле операндов. Вытащить из памяти все операнды. Возможно, из регистра. Неважно. Но до пункта 2 мы вообще не знаем, какие, в принципе, могут быть, откуда брать. Может, это переход. Может, это сложение. Еще что-то. Четвертое. Выполнить. Собственно, сложить. Или там что-то. Пятое. Положить результат на место. И шетое. Вычислить адрес инструкции, которые... Давайте слово instruction здесь еще впишем. Вот. Вычислить... Да, блин. Вот. Вычислить адрес следующей инструкции. Итак, по кругу. Если мы проектируем процессор таким образом, чтобы он выполнял какое-то действие раз в сколько-то микро-микросекунд или чего-то такое. То есть за один раз выполняется одно действие. Мы получаем, что выполнение одной инструкции будет занимать шесть таких, это называется, тактов. То есть мы пнули процессор, он выполнил следующее действие. Мы пнули процессор, он выполнил следующее действие. Вот. Когда вы помните характеристикой процессора является... Характеристикой быстродействия процессора является что? Ну, так вот, вы покупаете, там два. Они примерно одинаковые, но один, типа, дороже на 20%. За счет чего? В чем оно меряется? Внезапно. Громче. Операции так. Да. Значит, она меряется внезапной частотой. В этих гигагерцах она меряется. Почему вычислительная мощность меряется в гигагерцах? Это же не звук. А потому что это количество операций, которые он может производить в секунду. Вот этих самых. Внимание, вопрос. А если мы найдем среди этих операций такие, которые можно распараллелить, мы внезапно увеличим быстродействие нашего компьютера, ну, максимум в шесть раз. Совершенно забесплатно. Действительно, как я уже говорил, принцип конвейера очень простой. Если инструкция номер 0 у нас на первом шаге пофечилась, то на втором шаге у нас фечится инструкция номер 1, а инструкция номер 0 уже декодируется. На третьем шаге у нас фечится инструкция номер 2, инструкция номер 1 декодируется, инструкция номер 0 уже декодируется, мы знаем, какие у нее операнды, эти операнды вынимаем из памяти. На шаге номер 4 мы фечим очередную инструкцию, декодим предыдущую, вернее, следующую, забираем операнды следующие, а нашу нулевую уже выполняем. Ну и так вот это окошечко будет двигаться по нашему коду практически параллельно. Мы поговорим о том, какие бывают зависимости, почему это не параллельно, какие бывают хитрые костыли, чтобы все-таки это запараллелить и так дальше, но не сегодня. Я просто к тому, что одна из идей архитектуры МИРС состояла как раз в том, чтобы организовать конвейеризацию. Понятие риск было доминирующим на рынке все 90-е годы, отчасти нулевые. Вот. Оно вытеснилось не то чтобы на периферию, потому что один из современных риск-процессоров это процессор ARM, которых я так подозреваю чуть ли не больше, чем всех остальных в мире. Вот. Могу соврать, может быть не больше. Вот. Вытеснилось двумя вещами. Вещь первая — это специальные вычислительные системы, то есть числогрызы такие, в которых мы можем добавить, как можно, очень много всяких параллельно действующих вычислительных устройств, а потом организовать систему команд таким образом и писать программы таким образом, чтобы у нас за одну, за один такт все эти вычислительные устройства работали одновременно. Скажем, одновременно там делали, не знаю, 15 умножений, 100 сложений, и сколько там, до 128, вот. И еще 12 чего-нибудь, 13. Одновременно. Как вы понимаете, написать программу, которая эффективно загружает такое числогрыз, это, в общем, специальное искусство, а написать компилятор, который из произвольной программы делает эффективно загруженный числогрыз, это вообще даже не искусство, это шаманство такое. Вот. Тем не менее, это шаманство дает свои преимущества, потому что таким образом мы можем вычисления ускорить во столько раз, сколько вычислительных устройств мы положили в один процессор. Вот. Такие архитектуры получили название Very Long Instruction Word, влив. Вот. На самом деле, есть еще куча других способов увеличить быстродействие, у нас будет на эту тему лекция. Вот. Я просто к тому, что это другой подход к решению той же задачи. А вторая вещь, которая вытеснула сейчас и доминирует сейчас на рынке, это тупое, ну, наоборот, не тупое, астроумное усложнение самой архитектуры. Мы можем носовать внутрь процессора не только непосредственно исполнитель наших команд, но также оптимизатор этих команд, упреждающий выполнение этих команд, то есть процессор задействует свои мощности для того, чтобы выполнить кусок программы, который еще не выполнился. Вот. Кэширование, то есть организацию доступа к медленной памяти путем складирования части этой медленной памяти в быстрой. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Предсказание переходов. Очень много всего можно реализовать аппаратно. Это будет мегасложная система. И, по сути, тогда уже будет неважно, какой набор инструкций она использует. Вся фишка в достижении быстродействия окажется лежащей не в непосредственно астроумной архитектуре, а вот в этом наборе искусственного интеллекта, который увеличивает, оптимизирует код программы. Переименование регистров там же лежит. Вот. Поэтому процессоры MIPS и подобный им риск процессора, они как бы потихонечку захватывали мир, а потом перестали. Вот. Сейчас пока что побеждает, ну как побеждает, доминирует. Вот этот вот подход, носуем в процессор миллиард ключей, они будут все круто делать. По правде сказать, это заканчивается тем, что находит уязвимости прямо в процессорах, но это уже другой разговор. Значит, чтобы было понятно, архитектура риск MIPS-ом не исчерпывается, риск процессоров очень много разного. Вот. ARM тоже может считаться риск-процессором, но с моей точки зрения, различие между MIPS-ом и ARM-ом такое. Если в MIPS строго соблюдается правило, что мы в одну инструкцию будем класть только эффективно выполняющиеся команды, а если они выполняются неэффективно, то их распиливать, то в случае ARM-а там принцип немножко другой. Там принцип такой, что, как бы это сказать-то по-правильному, все, что может быть реализовано аппаратно, должно быть реализовано. Вот любые идеи там, не знаю, шифрование, странные операции. Если эти странные операции странные, но могут быть реализованы, давайте заведем для них обход, когда-нибудь, глядишь, кому-нибудь понадобится. У этого подхода есть одна хорошая рыночная выгода, и это так называемая плотность кода. Если наша операция умеет быстро делать что-то, и мы сделали так, что мы это быстро делаем именно с помощью этой операции, а не с помощью целой программы, то у нас получается программа в машинных кодах, которая короткая, а делает много. И для любых встроенных устройств, даже не телефонов, потому что телефоны уже как компьютер по мощности, а для всяких контроллеров, холодильников, всяких микроволновок, железнодорожных составов, для всего, что требует встраиваемой техники, вот эта плотность кода, то есть программа, которая делает что-то быстро и при этом занимает мало места, это важный критерий. И вот на этом рынке, в общем, сейчас пока что, опять-таки, доминирует компания ARM, но, опять же, как там дальше дело пойдет. В прошлый раз я пытался, кажется, на лекции показать еще RISC-V, это такая очень перспективная архитектура, являющаяся продолжением, собственно, MIPS, разработанная той же примерно командой, относительно недавно. Ее главное отличие – это открытость и более современный дизайн, она 6-х разрядная, в том числе, и, в общем, там убраны некоторые косяки, которые мы будем изучать в этом модуле. Вот. Все, хватит мне болтать, давайте что-нибудь показывать. Вот пример. Мне кажется, я это говорил, но тем не менее. Пример один из примеров инструкции, машинной инструкции архитектуры MIPS 32, 32-х разрядной. Машинное слово имеет 32 разряда, да, первые, внезапно, 6 разрядов – это код операции, следующие 6 разрядов – это адрес первого операнда, следующие 6 разрядов – это адрес второго операнда, а третий оперант непосредственно вписан в оставшиеся, сколько там получается. 24, да, разряды. Когда мы видим шестнадцатеричное число, отвечающее этому двоичному, мы даже обкод не можем оттуда вычленить, потому что шестнадцатеричное число нам показывает не 6 этих самых двоичных, а 4, как мы говорили, помните? Вот. Или 8. Вторая проблема состоит в том, что вот здесь содержатся адреса регистров, а вот если бы тут были адреса памяти, то как только мы пишем программу… Слушайте, нет, не буду это рассказывать сейчас, простите, потому что это будет непонятно, мы лучше познакомимся с Марсом. Значит, то есть поверьте мне на слово, писать в машинных кодах очень неудобно. Несколько проблем с этих связанных, например, значит, как я уже сказал, очень трудно вот это парсить глазами, а во-вторых, как только мы модифицируем программу, где уже есть какие-то адреса, все эти адреса плывут. Вот. И гораздо удобнее превратить одну машинную инструкцию в инструкцию, которая читаемая, которая делится на манимонически заданный обкод, манимонически заданные адреса, вот, с которым мы можем работать. Программа, естественно, в таком виде компьютер ничего выполнять не может. Это текст программы, понятный человеку, но непонятный компьютеру. Компьютеру нужен машинный код. И программа, которую переводят из манимонических обозначений в машинный код, называется ассемблером. А сами эти манимонические обозначения называются языком ассемблера. В случае Марса, давайте все-таки откроем Марс, этот факт немножко скрыт от нас, именно поэтому я на этом заостряю внимание. В случае Марса у нас все находится в одном флаконе, да? То есть мы можем написать, какой, ух ты, очень мало, плохо видно, давайте мы настроим его. Вот. Вот так, да? На самом деле там есть способ, ну ладно. Вот. Мы можем, что там было написано? Давайте посмотрим прямо в пример. ADDi, R1, R2 и 350. Вот давайте прямо так и напишем. ADDi, $R1, первый регистр, $R2, и что там, 350. Вот. Значит, это надо сохранить в какой-нибудь файл и скомпилировать. Что тебе не нравится? Что-то ему не нравится. А что ему может не нравится? У меня все хорошо. Да должен быть. А, спасибо. В Марсе это вот так вот. Вот, кстати, пример. Несмотря на то, что instruction set ISA строго специфицирован, значит, смотрите, несмотря на то, что ISA instruction set строго специфицирован. Языки ассемблера для одной и той же архитектуры могут отличаться. Опять-таки, вот для ПСЮКА, например, этих ассемблеров много разных и они, в общем, очень не похожи друг на друга. В данном случае, смотрите, мы увидели в примере название регистров $R1, $R2, а в нашем Марсе они должны называться $R1, $R2, просто потому, что слегка другой язык. ассемблера. Тем не менее, как мы убедились, результат получается, вот он. Вот. Содержимое ячейки. Вот. И поэтому содержимое ячейки действительно довольно тяжело догадаться, мы на семинаре это поделаем, довольно тяжело догадаться, почему вот это странное шестнадцатеричное число в действительности означает инструкцию добавления к регистру 2 числа 350 и результат кладется в регистр 1. Вот. Ответ простой. Мы распиливаем наш машинное слово на битики, и каждая группа битиков чего-то означает. Вот. Значит, первый недостаток состоит в том, что это очень трудно читать, второй недостаток состоит в том, что как только у нас появляются переходы, эти переходы каждый раз, когда мы меняем код, нам нужно менять адрес перехода. Вот. Так, значит, мне кажется, что на семьях этого не было, было, а на лекциях этого не было. Как вообще устроен Марс? Да? Вот, давайте еще раз я это покажу, просто, опять-таки, чтобы зафиксировать наличие на лекциях этой темы. Значит, Марс одновременно является и редактором, и отладчиком, и имитатором, эмулятором архитектуры MIPS32. И это может нас заводить в некоторые заблуждения, в том смысле, что может показаться, что вот тот код, который мы пишем, да, он же и выполняется. Это, разумеется, не так. Ага, я опять использовал нотацию R, а давайте мы будем использовать нотацию 1, 2, 3. Вот. Сохранить куда-нибудь. Значит, да, когда вы хотите что-то сделать с Марсом, вы открываете редактор, пишете там текст на языке ассемблера, обязательно сохраняйте в какой-нибудь файл, потому что иначе ничего работать не будет. Вот. После чего жмете на кнопочку скомпилировать, и у вас проходит на самом деле довольно много этапов того, что нужно сделать в RealLife, у вас происходит компиляция исходного кода в машинные, эти машинные коды загружаются в память по определенным правилам, и вы можете сразу переходить к исполнению. Если бы это было на какой-то реальной машине, каждое из этих действий вам бы пришлось сделать отдельно. Сначала собрать бинарник, потом каким-то способом этот бинарник засунуть в компьютер в память его, и потом каким-то способом его начать выполнять. В данном случае все просто. Вот эти кнопочки означают выполнить один шаг программы или выполнить всю программу. Выполнение одного шага программы приводит к тому, что у нас что-то меняется. Вот эта кнопочка волшебная означает от выполнения этот шаг программы и обратную. Понятное дело, что в реальной жизни такого не бывает. Скажу по секрету, бывает, но пользоваться этим невозможно, этим пользуются те самые оптимизаторы работы процессора, находящиеся внутри процессора. Вот. А вот в Атлантике почему бы и нет? Вы нажали на кнопочку, трах-бах, произошла ошибка. Вы нажимаете на кнопочку от выполнить эту ошибку обратно и смотрите, а в чем, собственно, была идея. Справа находится блок регистров. Вот. И этот блок регистров можно модифициров руками. То есть мы берем третий регистр, вот он. Пишем туда что-нибудь. Кстати, обратите внимание, я написал 100-500, а получилось 18894. Почему? Да, я вписал десятичное число, а здесь было шинестерично. Кстати, вы можете переключать. Тут есть кнопочка hexadecimal values и внезапно, вот, если вам удобно так, смотрите так, если удобно сяк, смотрите сяк. Забили регистр R3, забьем регистр 2, в какое самое второе число важное, 42, разумеется. Вот. И вот сейчас мы выполним инструкцию, которая прибавит 100-500, а 42 и положит это в регистр 1. Вот. Специально для нас Марс покрасил зеленым модифицированный участок блока регистров, а именно регистр 1, и там лежит какое-то число, видимо, оно будет 1542. Вот. Давайте посмотрим, это правда? Пока оно занято, оно занято. Да? Вот. Значит, примерно так и будет происходить вся работа. Когда у нас заработает система проверки домашних заданий, я покажу, как оформлять домашнее задание. Вот. в котором понадобится вводить и выводить, и расскажу, как вводить и выводить. Пока что у нас всем проверки домашних заданий настраивают, я ее настраиваю, вот как только настрою, так сразу. Так. Окошко. Оно, кстати, называется текст-сегмент. Традиционно код программы называется ее текстом. В том числе и вот такой вот код. Имейте это в виду. Когда вы разговариваете с специалистами по архитектуре, они иногда текстом называют вовсе не текст, а вот это вот безобразие. Ну, давайте еще какое-нибудь сложение, что-нибудь такое. дата. Вот. Если ваша программа стоит более чем из одной команды, ее можно выполнять пошагово. вот. Вот. А можно выполнять и целиком. Вот пошагово это будет выглядеть вот так. Видите, он забил регистр 1, забыл регистр 4. А если вы хотите ее выполнять целиком, нажимаете на зеленую кнопочку, и он выполняет все. Правда, тут регистр обнулились. Надо было их забить снова. Смотрите, интересный вопрос. А почему, собственно, программа останавливается? Вот она выполнила две инструкции, и дальше нам ничего не показывает. Неужели в памяти больше ничего нет? Это не так. Это очередное удобство, которое нам предоставляет Марс. На самом деле, конечно же, память компьютера это непрерывный отрезок от нуля до того места, где она заканчивается. И в действительности там дальше идут просто сплошные нули, и это можно посмотреть во втором окошке, которое показывает просто дамп памяти. Слово дамп означает, ну, главное значение стошнить, выволить. Вот. На программистском жаргоне дамп означает большой вывод чего-то однотипного. Например, 16-ричный дамп памяти это большой кусок памяти, ну, или маленький, неважно, записанную на встречном виде. Мы можем вот здесь переключиться на, например, текст. Видите слово текст? И нам покажется оперативная память в том месте, куда помещается исполняемый код. В линейной модели памяти архитектуры MIPS это код начинающийся с 4400. Вот. Адрес. Видите, адрес какой? 4400. Всегда в такие договоренности, когда вы используете процессор MIPS в линейном, в режиме линейной модели памяти, у вас код программы всегда лежит, начиная с адреса 4400, и поэтому, когда вы говорите начиная работать, процессор MIPS в режиме линейной модели памяти точно знает с какого места начинать. С места 4400. И вот видите, там лежат две инструкции, вот эта инструкция ADD, вот эта инструкция SUB, а дальше лежат нули. Просто нули. Если бы это была настоящая машина, то выполнение программы продолжилось бы, и он выполнен вот эту инструкцию, вот эту инструкцию, вот эту инструкцию, вот эту инструкцию, и все остальные до тех пор, пока мы не дошел до того места в памяти, откуда читать нельзя. Тот факт, что наша программа в Марсе останавливается, это еще одна уступка, которую делает нам эмулятор. Эмулятор знает, где заканчивается тот код, который он поместил в память. В реальной машине было бы не так. в реальной машине выполнение бы не остановилось до тех пор, пока бы вы не вписали в вашу систему команд специальную инструкцию остановиться. вот. Кстати, существует ли она вообще в эмуляторе, я не знаю. Давайте посмотрим. Еще одно важное место эмулятора это HILP, подсистема помощи, которую я очень рекомендую поизучать, там много интересного, там есть даже песня, содержащая большое количество мнемонических обозначений инструкции. Вот ее я честно не смотрел. Вот. Мне интересно, нет ли тут какого-нибудь, какого-нибудь, какого-нибудь слова HALT. HALT. Остановиться. Похоже, что нету. Похоже, что нету. Вот. Значит, похоже, что нету. Как видите, инструкций довольно много. Вот. Но все они совершенно однотипные, и об этом сейчас я расскажу. Вот. Так, закроем этот HALT. Значит, нам надо успеть поговорить вот про эту часть, она на самом деле была главная, но ничего, у нас есть семинары, на которых мы это все затвердим. Значит, главные принципы. Как мы уже заметили, один из принципов организации архитектуры MIPS это трехадресность. У нас три операнда в операции может быть. типы этих оперантов могут разниться, но их может быть не менее трех. Как мы помним из прошлого разговора, если у нас трехадресная архитектура, то наша проблема это размер адреса. Потому что если мы начнем пихать 32 разряда в качестве адреса прямо внутрь, ну, в общем, ничего хорошего не получится. По этой причине, а также по той же причине, что операции с оперативной памятью в MIPS очень медленные и хотелось бы их минимизировать, уж точно не организовать на них вычисления. В архитектуре MIPS введено ограничение где тут? Здесь нету, здесь не написано, но я точно его знаю. Введено ограничение, которое состоит в том, что это ниже написано. Сейчас, нет, не вижу. Ну, короче, я скажу словами, это здесь где-то есть. Которая состоит в том, что никаких инструкций по работе с памятью, кроме двух, переслать из памяти в регистр и переслать из регистров в память в MIPS просто нет. Вся работа, все вычисления происходит на регистрах коих, как мы видели в Марсе, их в 32-разрядной архитектуре 32 штуки, из них порядка 25 вы можете использовать совершенно свободно. Значит, регистров 32 штуки, почти все из них используются, поскольку у нас трехадресная архитектура, у нас не используется регистр флагов почти никогда, его нету. Помните, что такое регистр флагов из прошлой лекции? Это вспомогательная штука для условного оператора, когда у нас нужно сначала сравнить, а потом откуда-то забрать результат сравнения. На самом деле регистр флагов в большинстве архитектуры используются не только для этого, но и для многих других вещей, для определения переполнения, например, для определения отрицательности, для определения еще чего-нибудь. Вместо этого в МИПСе используют так называемые исключительные ситуации, о которых я скажу, должен сказать сейчас, но чуть позже. Второй принцип ограничения на работу с памятью, только пересылки в память и с памятью, трехадресная архитектура, три вида адресации, вот это надо посмотреть, нет, три вида инструкций. Инструкции на самом деле в МИПСе всего три вида, причем один из них, один из этих видов встречается ровно один или два раза. Мы с вами видели в примере так называемый имидиент инструкцию инструкции типа И. Она самая простая с виду. Инструкция типа И содержит регистр тут написано на самом деле здесь destination, что-то тут в раке какие-то. Здесь destination, конечно. А, нет, все правильно. Значит, нет, неправильно, тут какое-то вранье. Здесь destination, здесь target, а здесь source. Фу, я ошибся. Сейчас поправим, извините. Это надо срочно исправить. Это обман. Это обман. Значит, вот здесь destination, здесь target, а имидит это source. мы же с вами только что это видели. Давайте проверим, слушайте, вдруг я неправ. Давайте еще раз. Вот смотрите, вот у нас команда типа И. Следите, пожалуйста, за этим, это же интересно. Это неинтересно. Это значит, что я могу ошибиться. кто меня подловит на ошибки, тот молодец. Я утверждаю, что в лекциях, в конспектах по-русски написано неправильно, что вот этот target, то, куда кладется значение, destination, точнее, destination, то, куда кладется значение. И это второй оперант, а это первый оперант. К сожалению, так устроены команды. Давайте попробуем. Значит, бум. Нет, бум-то бум. А, все, я понял, я забыл изменить R2. Значит, где у нас R2? Вот у нас R2. Вот смотрите, сейчас 350 прибавится к значению второй гистери, положится в первый. Да, я прав. А в лекциях, значит, был неправ. Давайте это зафиксируем. Вот. Итак, это самый простой тип инструкции, в которой у нас есть небольшая чиселка, чиселка на 16 битов, ровно, обратите внимание. Тут хотя бы мы соблюдаем какое-то удобство. вот. Ну, кстати, да, вот оно, смотрите, 1,5E 350 в явном виде содержится в нашем обхозе. 1,5E, вот оно. Видите? Вот. Здесь у нас еще один регистр-источник, а здесь у нас регистр-приемник. на самом деле более популярный тип, который чаще всего используется, это трехадресный, где все три адреса регистры. Вот он. Мы с вами его использовали вот в этом коде. Вот он, да? Берем второй регистр, прибавляем к первому, складываем в четвертый, к третьему, складываем в четвертый. Давайте проверим, опять же, вдруг я еще раз ошибся. Здесь было вычитание, я утверждаю, вот какой, что из кого вычтется. Давайте посмотрим, что из кого вычтется. Значит, второй из третьего или третий из второго? Давайте посмотрим. Значит, здесь у нас будет 100, здесь у нас будет 200, здесь у нас будет 200. Вот. Мы это сейчас скомпилируем. Тут получились нули, зря я это сделал. Здесь у нас будет 100, 100. Здесь у нас будет 200. Вот. Шмяк, шмяк. О! У нас больше вычтется из меньшего, то есть из третьего вычтется второй. Что это означает? Ой, слушайте. Я беру свои слова назад. Ребята, я вас обманул. Там все было правильно написано. Сейчас. Суть моего обмана заключалась в следующем. Мы смотрели, как устроен ассемблер. Мы не смотрели, как устроены вот здесь обкоды. И это еще одна фишка MIPS, которая с одной стороны хорошая, с другой стороны плохая. Сама архитектура очень простая. Смотрите еще раз. Вот эта пачка битов, это всегда source. Вот эта пачка битов, это всегда второй оперант. Вот эта пачка битов, это всегда destination, то, куда кладется. Вот. Оставшиеся поля, это так называемые модификаторы, они, в общем, нас не очень интересуют. Мы поймем, для чего они используются. Ну, просто, если у нас трехадресная система команд, а регистров всего 32, то у нас 32-разрядное машинное слово, там в конце остается запас битов, которые непонятно на что. Я расскажу, на что они. Вот. В машинном коде порядок следования и назначения соответствующих адресов всегда одинаковый. Source, Target, Destination, Source, Target, Immediate, ну, на самом деле здесь Destination, и в третьем типе команд, который Jump, это команда перехода. Команда перехода, как вы понимаете, там нужно почти весь адрес написать, вот, и он тут почти весь пишется. А вот когда мы начинаем писать на языке ассемблера, вместо того, чтобы, ну, это довольно противоестественный порядок, смотрите, если это сложение, да, вместо того, чтобы следовать какой-то логике организации команд, тут еще какие-то поля дополнительные, язык ассемблера предоставляет нам возможность писать операнды в том порядке, в котором это естественно для понимания. традиция написания языков ассемблера состоит в том, что Destination, регистром, куда кладется, является первый в списке. Вот мы попадаем, мы прибавляем второй регистр, к нему прибавляем 350, кладем в первый, вычитаем из третьего второй, кладем в четвертый. И все команды ассемблера устроены примерно так, у нас Destination на первом месте, Source на втором, а дополнительный параметр на третьем. В то время, как бинарный код выглядит по-другому, бинарный код выглядит вот так. Это, в принципе, такая фишка мипсовой архитектуры и языка ассемблера, который говорит, ребята, не пытайтесь заморачиваться разбором вот этих вот кодов, они сложные. Пишите на ассемблере и верьте, что язык ассемблера вам все нужно эстраслирует. Вот. Так. В результате я потерял время. Ну и ладно. Слушайте, а у нас уже мы закончили, да? А, давайте тогда так. Мы переносим вот этот кусок на следующую лекцию. Поскольку у нас нету семинара до этого момента. Нету. Поскольку у нас нету семинара для этого момента, то нам все равно практически это делать негде. Большая просьба прочесть вот это все безобразие, потому что это довольно большая копипаста. Она, правда, на русском, но и хорошо, может быть. Если кому-то интереснее материалы на английском, я дам ссылку на один курс университета Миссури, где есть материал на английском. Только ткните меня, пожалуйста. А, нет, я все равно дам. Значит, к следующему разу большая просьба. Вот этот кусочек у нас на сайте прочесть. Все знают, куда смотреть? Да. Вот. Ну и все тогда.